Небольшое вступление. Майнинг криптовалют, не высшая математика для студента-двоечника. Для начала добычи монет не нужна ученая степени что-то в этом роде. Достаточно немного времени и хотя бы одной видеокарты. Посмотрите, насколько просто начать добывать криптовалюту. Видео идет меньше трех минут. К слову, популярность майнинга в мире действительно растет. В субботу мощность сети биткоина достигла нового исторического максимума. Это значит, что она безопаснее и надежнее чем когда-либо. А теперь переходим к эксперименту, который стартовал 1 июля. Под него мы выделили три отдельных компьютера с разными моделями видеокарт NVIDIA GeForce KTEK с 10603 ГБ, KTEK с 1070 и KTEK с 1080 Ti. Для каждой из них выбрали по одной криптовалюте и майнили их ровно неделю. Затем подсчитали доход, вычли расходы на электроэнергию и сравнили прибыль со спрогнозированными показателями. С помощью этого теста мы хотим показать, что не майнить на домашнем компьютере при нынешних курсах криптовалют – роскошь. Лучше занять видеокарту майнингом и зарабатывать деньги, когда вы не играете. Начнем с самой доступной модели – Shforz KTEK с 1060 от NVIDIA. В нашей версии у видеокарты 3 ГБ памяти, чего недостаточно для майнинга некоторых популярных сегодня монет. Например, KTEK с 10603 ГБ не сможет копать Этернити, Грин и Скоин. Вот что порекомендовал калькулятор для KTEK с 10603 ГБ, наступил самый приятный момент – прогноз возможного дохода. Сразу отметим, что калькулятор майнинга не умеет заглядывать в будущее, а предсказывает доходность по результатам в момент расчета. Так что если цифры не сойдутся, ничего криминального в этом нет, 2 криптоукалк показывает 4,31 доллара дохода за неделю майнинга Биткоин Голд. На этом же скриншоте запоминаем другой показатель – сложность майнинга. Он показывает, насколько трудно видеокарте решить задачу сети, найти блок и получить вознаграждение. Чем выше сложность, тем ниже доход карты. В день старта эксперимент сложность сети Биткоин Голд составляла 196,54 копейки, видеокарта заработала 0,13551,00 ЭК. К слову, в последний день эксперимента курс Биткоин Голд составлял 26,66 доллара за монету, поэтому доход составил 3,61 доллара. Это заметно меньше 0,1630,00 ЭК, который обещал калькулятор перед началом теста. Почему так? Все дело в сложности сети. В первый день эксперимента она составляла 196,54 копейки, а в последней – 245,09 копейки, это значит, что к сети подключились майнеры других монет. А из-за роста мощности пирог прибыли пришлось делить между большим количеством людей. Поэтому наш доход и снизился. Где доходы, там должны быть и расходы. В случае с тайнингом на игровом компьютере деньги будет активно есть видеокарта. Наш компьютер с КТК с 10603 гигабайта тратит 160 вторник в час или 26,88 копейки вторнику за неделю эксперимента. При среднем тарифе в 4 рубля за к вторнику нам нужно будет заплатить 107,52 рубля за электричество, которое переводится в 1,69 доллара. С другими видеокартами проводили ту же процедуру. Для КТК с 1072 криптоукалк подсказал майнить Этернити, в тот день криптовалюта принесла 1,5 доллара и оказалась на первом месте по прибыльности. Курс в день начала эксперимента составлял 0,4701 доллара за одну монету Этернити. Затем мы отправились фиксировать прогнозный доход. За неделю калькулятор обещал 21,2571 АЕ или 10 долларов доходности. За 7 дней видеокарта заработала 16,74683 100 тысячных Э или 7,68 доллара. Это на 22% ниже прогнозной прибыли, и причина тоже в сложности майнинга. Показатель вырос с 906,9 копейки до 1 метра 49 сантиметров, то есть прыгнул в 1,65 раза. Вдобавок просел курс, с 0,4701 до 0,4590 доллара. Неудивительно, что доходность отличается от прогнозной. Разбираемся с электричеством. Системный блок СКТК с 1070 расходует 270 вторник в час, то есть 45,36 копейки вторнику за неделю эксперимента. За свет придется отдать 181,44 рубля или 2,86 доллара. С NVIDIA GeForce КТК с 1080 Ti веселее всего. У бывшего флагмана 11 ГБ памяти, так что майнить на ней можно все. Калькулятор прибыльности рекомендовал копать грин на алгоритме Кокату 31. Для последнего нужно как раз минимум 11 ГБ, так что КТК с 10603 ГБ и 1070 здесь майнить не смогли бы. Курс грин в начале эксперимента, 4,82 доллара. После фиксации курса мы также записали прогнозируемую прибыль. Два криптоукалк рекомендовал рассчитывать на 3,4136 грин или чуть больше 15 долларов за неделю. На этом скриншоте также запоминаем сложность майнинга в начале эксперимента. Она была равна 2,92 ГБ. Во-первых, злую шутку снова сыграла сложность майнинга, она выросла с 2,92 ГБ до 3,88 ГБ. Во-вторых, заметно упал курс грин. В последний день эксперимента за монету давали 4,21 доллара, то есть на 12% меньше. КТК с 1080 Ti расходует больше всех, целых 300 вторник в час или 50,4 копейки вторнику за неделю эксперимента. Последние обойдутся нам в 201,6 рубля расходов или 3,17 доллара. Неделя майнинга на видеокарте не позволит вам сразу же купить ламборгини вместе с яхтой, но какие-то деньги принесет. Как минимум получится накопить деньги на новую карту и удвоить свой доход. А там и до полноценной фермы на 8 в бане далеко. Рынок криптовалюта уверенно растет, и этим нужно пользоваться. Например, 1 января за одну монету эфириума предлагали 134 доллара, а сегодня курс составляет 274 доллара. Так что даже банальная покупка криптовалюты в нужное время позволила бы получить двойную прибыль и неплохо заработать. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях.